Дорога в Шатире 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 конечно красиво очень красиво спуск в шатере очень крутой начало спуска километров 5 настолько круто спускается дорога тоже вот аргун кто-то летит на полных парах а тут значит вагон еще одна река втекает у нас выреживание остановка километрах в 15 до шатере трактор экскаватор перекопал дорогу будет прокладывать трубы засыпать сколько ему еще ковыряться я не знаю час может быть больше сейчас время без десяти четыре не знаю когда мы вообще до шатере доберемся но если бы не этот экскаватор мы бы тут не остановились и не пошли бы на прогулочку и тут очень интересно пшавская деревня вот это пшавская деревня два дома скотник весь прикол в чем у каждого из домов своя башня крепость крепость да только башня гораздо основательнее выглядит чем дом где они живут в башне или в доме бог его знает а столица выходит пшаве это шатере и все эти а хевсурети столица это шатере и везде в эту реку аргун втекают притоки вот этот приток в аргун идет с того склона тоже какая-то речка стекает еще одна крепость внизу была вода чтобы она утекла вот прокопал трактор дорогу положил трубы две трубы и сейчас засыпает и вот эта вот грязная вода втекает в чистую речку и вот сама речка тоже пачкается он сейчас засыпет в раз поедем дальше вообще-то бог троицу любит баурики еще в трубе сразу не перекопать и к шатине или ночью приедем или утром башенка и огородик темно-зеленый вот мы приехали в шатинские башни шатинскую крепость или как ее тут назвать можно дорога была настолько убитая настолько страшная 24 километра около трех часов мы ехали местами меньше пешеходная скорость была и ничего особенного как выезжать будет понятия не имею мы сейчас поднимаемся найти башни вот тут вот по сути дела наверняка туалет сделан был раньше когда-то потом дырку в полу заделали стал балкончик а так очень удобно когда мы сюда ехали в википедии читали про суровый нрав хефсуров жители шатили не верила что они настолько суровые когда вот мы приехали и посмотрели в каких условиях они живут жили когда-то понимаешь что тут поневоле озвереешь и тюрьмы не надо сейчас заглянем внутрь что здесь зашли в этот маленький проемчик сут каменный мешок и вон лестница будем подниматься наверх можно подниматься как снаружи так идти изнутри по башням окошечки лесенки вот вышли отсюда можно подниматься дальше наверх да хороший наблюдательный пункт шикарно все видно вот маленький проем максимум метр сорок по этой лестнице мы поднялись сюда но тут балкон с видом на реку аргун и на дорогу шатили день 2 здесь провести можно и то если погода хорошая больше нет ну честно говоря мрачное место даже летом и зимой как тут вообще не представляю действительно вот насколько суровые места здесь то же самое и со стороны чечни вот эта дорога в чечне идет потому горцы жившие в таких лютых условиях по другому не назовешь были очень дерзкие и беща башни по сути дела жизнь каждый раз на волоске висит в таких условиях жизни мы ходили бродили по эти башням возле одной остановились прямо по курсу там выше человеческого роста окошко инго решила заглянуть в окошко что стал внутри ну в принципе то же самое что и везде оказалось нет стой накрыт на гостей и один человек сидел кушал альтиметр показывает высоту 1400 метров здесь она башен конечно еще много на горы подняться но запала нету 8 августа мы едем из шатили выехали без 10 6 утра вот поехали 9 километров в сторону тбилиси водопад за час дороги мы осилили 8 километров 200 метров в двух местах застряли пробуксовали но потом выбрались ну конечно тут дорога только для больших грузов точнее для грузов этих самосвалов и для джипов безумство полное сунуться на такой машине на такую дорогу обратного пути нету хочешь не хочешь надо выезжать вот так приходится дорогу выравнивать вот теперь по расчищенному едем 8 утра мы проехали от шатили 18 километров осталось еще 6 и вот в том месте где сейчас эвакуатор протекает где-то речка но сейчас ее отсюда не видно и там я здорово буксовал дорога разбитая была с разгону не возьмешь приезжать нужно было очень медленно плюс вода и машина буксовала по черному и вот сейчас будут виды следы этой пробуксовки довольно таки чистая она была и вот все загадилось грязью и даже на лобовое стекло попала зеркало заднего вида весь бок машины вот там пришлось буксовать так что завоняли покрышки ну и наше направление прямо по курсу на эту высшую гору мы почти поднялись на перевал со стороны шатили до макушки перевала осталось ну где-то 1200 метров а вот она макушка вот вот видно и вот столбики до 1000 1200 метров не больше я хотел бы ветром быть и над землей лететь солнцу в снегах я хотел бы не без потесны о нем смотреть сны в облаках но ты сказала мне это мечты и ничего в них нет вот и все что сказала мне ты а я хочу как ветер петь и над землей лететь и над землей лететь но так высока и так близка дорога в облака может быть ты будешь ждать а может быть и нет дело твое если вдруг меня позвать захочешь тишине крикни в окно и где ты ветер мой и где же ты и я вернусь домой даже с самой большой высоты а я хочу как ветер петь и над землей лететь но так высока и так близка дорога в облаках но я хочу как ветер петь и над землей лететь но ты сказала мне это мечты и есть Ничего в них нет, вот и всё, что сказала мне ты. А я хочу, как ветер петь, и над землёй лететь. Но так высока и так близка дорога в облаках, дорога в облаках, дорога в облаках. Субтитры подогнал «Симон»